Продолжается всекубанский двухмесячник по благоустройству на ведению санитарного порядка и уже большинство белореченцев выражают готовность поддерживать порядок и создавать красоту вокруг себя. Но вместе с тем несознательные граждане продолжают оставлять в общественных местах мусор, устраивать свалки, наплевательски относятся к труду уборщиков и активистов. Как навести чистоту в городе и поселках? Какие места в Белореченске сегодня самые привлекательные? Мы обратились к белореченцам, чтобы узнать их мнение. Да, нравятся клумбы красивые, деревья посажены, цветет все красиво, аккуратно, чисто. Чистый город у нас красивый. Некоторые места, да, даже очень, к примеру, в парке можно посидеть, то есть комфортно. Да, по сравнению со средними городами России, малыми и средними городами России, Белореченск хороший, красивый, ухоженный город. Да, считаем, конечно, красивый город, да. Нам нравится, все ухожено. Конечно, самый лучший город. Портят город, вот подстройки хотя бы, вот этот магазин строят. Значит, перекроют людям, кто на первом этаже живет, весь вид, будут смотреть зад магазин, а дальше. Вот по улице, как он, Гоголя, да, это. Выстроили вдоль пятисотки, испортили весь газон, выстроили эти ларьки, вроде как бы временные, тоже от первого до третьего этажа все не видно. Много цветов, деревьев, чистота. Только не особо нравится, что застроено между домами, вот сейчас новые здания. А так вообще, да. Да, он перестроился много. Много новых красивых построек, обслуга неплохая, много движения, люди стали краше жить, много красивых домов, тоже хорошо. Вижу бассейны, спортом много занимаются, это тоже хорошо для молодежи. Город за эти годы здорово преобразился. И не все в нем растащено и разделено, много очень сделано хорошего. Это надо видеть и понимать, и принимать. Центр красивый, периферия не очень. Конечно, да. Мне вот парк нравится. С маленьким ребенком, в принципе, мы далеко ездить не можем. Нравится городской парк, очень красиво, фонтан, центральный на Эльне. Центр, да, это хорошо. Да, в принципе, и окраины у нас тоже, по сравнению с другими городами, благоустроенные, хорошие. Так что нам повезло, что мы здесь живем, в городе Белореченске. Ой, ну мы живем в центре, поэтому, конечно, закоулки есть закоулки, а в центре красиво. Парк приличный, так более-менее, ну небольшой. Центр города, мы тут и живем неподалеку. Парк, улица Ленина. Эта улица нравится. Ленина улица. Тоже ничего. Улица Ленина, парк нравится. Ну, сейчас индустриальная, ничего стало. Ну, в общем, хорошо, красиво. Да, знаете, мне кругом нравится. Я бы сказал, что и по главной улице, и пройти по многим другим улицам. Все-таки в городе идет благоустройство все равно, как ни трудно, но она идет и устраивается. Ну, не все так, как мы желаем. Мы желаем побольше и быстрее. Ну, так невозможно, наверное. Ленина, интернациональная, парки, все возможные, парк Победы. Ну, а чуть дальше заглянуть, там, работать и работать еще местным властям. Мне нравится наш парк. Там можно красиво посидеть, отдохнуть. Ну, конечно, в целом, да, красиво. Покормить голубей. Центральный парк, ЖД парк, Эльна. Это самые привлекательные, самые красивые места, где можно просто посидеть, отдохнуть, посмотреть на пейзаж, на красоту нашего города. Мы гордимся своим городом. Он самый лучший. Вообще бы хотелось, чтобы здесь был бы скейт-парк, чтобы дети на роликах особенно катались, потому что сама как бы увлекаюсь, поэтому этого не хватает, если честно, в городе. А так, в основном, как бы все есть, все устраивает. Я не дизайнер. Мне это трудно сказать, как украсить. Главное, чтобы люди были добрыми, хорошими. Но это зависит уже не от руководства, а от самих людей. Побольше детских площадок игровых для детей, чтобы было где им время свое проводить. Вы знаете, я даже не представляю, но мне нравится все. Я приезжаю в Ростовскую область, это совсем не такая. Хотя я там родилась. А вот здесь живу 45 лет, мне здесь все нравится. Вот знаете, мне чего не хватает? Фонтанчиков с водой. Ну, там же он. Нет, питьевой. Вот так идешь, идешь, раз, водички попил. Просто так. Побольше зелени, поменьше вырубать деревьев. Больше зеленых насаждений в виде туи. Ну, такие, вечно зеленые. Самшит, если это можно. Ну, и цветочков побольше. Наверное, цветы. Цветы. Много цветов, очень много цветов. Потому что цветы несут действительно такие приятные эмоции. Поэтому цветы. Да, чтобы сами люди хотели бороться с этим, не мусорить. Ну, это только, я не знаю, совесть человека. Ответственность перед природой, перед обществом, перед Богом. Коммунальные службы, чтобы хорошо работали. Ну, и, конечно, эти, как его общественность. Ну, и самим не сорить. Я не знаю, я не буду бороться. Я вне этого всего. Я стряхнул, мусор пошел. Да, штрафовать надо. И как следует. Я предлагаю штрафовать за выброс мусора. А, чтобы находить тех, кто бросает мусор, я думаю, надо поощрять тех, кто это фотографирует и снимает. В том же размере, насколько и штрафовать тех. Ну, к примеру, выбросил мусор. Пять тысяч рублей. Пять тысяч премия тому, кто это все зафиксировал. Люди специально наняты для этого. Администрация. Люди, которые прикреплены к этой территории. Сами хозяева частных домов и магазинов. Я еще застала это время, как говорят, коммунистическое, когда очень популярны были субботники. Я думаю, что, конечно же, это должно быть у нас иметь место. И особенно, если это человек, который имеет территорию ближайшую к его дому, однозначно убирать он должен. Если это многоквартирные дома, значит, собственники должны выходить, конечно, тоже организовывать субботники, планировать это как-то, чтобы это регулярно было. Ну, есть же уборщики, которых нанимают, которым платят за это. Я считаю, что это правильно. Ну, мы у себя убираем постоянно. У нас чистота, порядок. Где магазины, там они тоже убирают. Наверное, это управляющие компании этим должны заниматься. Жильцы платят квартплату, а уборку должны делать службы соответствующие. Около магазинов хозяева, около частного дома сам хозяин. А многоквартирные мы же платим за вывоз мусора и все прочее. Платим неплохие деньги. И сами не должны быть равнодушными, проходить мимо. Идешь, можно сделать замечание, если кто-то там. Но не всегда это получается. В ответ получаешь много негатива.